привет друзья продолжаем тему фастфуда как я обещал наконец-то луковые кольца прежде чем начать готовить колечки давайте приготовим соус с чем традиционно луковые кольца сервируются в америке в европе во всех ресторанах фастфуд как правило он сервируется с гарлик майонез или соусом тартар но учитывая что луковые кольца все-таки жарится во фритюре это достаточно тяжелая еда поэтому я вам хочу сегодня предложить тайский кисло-сладкий соус чили соус этот соус наверняка многие из вас знают и видят в магазинах этот соус традиционно сервируется со всеми жаренными вещами в азии и со spring rolls почему я предлагаю вам этот соус дело в том что он не жирный он агрессивно сладко кислый острый там много чеснока и он прекрасно заходит с жаренными вещами с луковыми кольцами он будет идеально и так что нам нужно большой перец капи болгарский перец и перец чили это средней остроты чили традиционного в таиланде этот соус готовится на основе средней остроты чили и очень острого маленького чили перчика но мы европейцы для нас сильно острая еда это конечно не очень комфортно мы не привыкли кушать ее с детства поэтому все таки этот рецепт немножко адаптировал берем целый перец капи и режем его на кусочки зеленая часть нам не нужна выбрасываем мы с вами будем молоть это все в блендере так чтобы наш соус был фактурный красивый я оставляю семечки нарезаем меленько грамм 50 воды не нужно молоть его прям в пасту должна остаться фактура перца перец в сотейник он у меня еще холодный головка чеснока в среднем 12 зубцов произвольно порезали также будем молоть перец чили вместе зернышками грамм 20-30 воды водичку вы понимаете для чего я добавляю потому что у нас все-таки нет влаги наш блендер его хорошо не разобьет поэтому я добавляю водичку для того чтобы смазать процесс это наш основной ингредиент какая красотища на сюда добавляем стакан 200 грамм белого сахара 200 грамм уксус для этого соуса я предлагаю использовать вкусный уксус азиаты используют рисовый уксус но я предлагаю вам использовать или яблочный или виноградный добавляем полную чайную ложку соли все смешали включаем плиту доводим до кипения наш будущий соус закипел я сразу снизил температуру планирую его варить буквально 35 минут не дольше сейчас будет достаточно сильный запах уксуса поэтому рекомендую открыть окна не забывайте его постоянно помешивать как только вы отвлечетесь он сразу у вас убежит у меня прошло 5 минут я буду заканчивать соус нам понадобится с вами кукурузный крахмал полная столовая ложка ну и грамм 50-70 воды и эту смесь вливаем наш соус постоянно помешивая немножко еще поварим вот видите такие пузырьки это говорит о том что он хорошо загустел все он готов выключаем и охлаждаем друзья наш соус готов посмотрите у меня прошло минут 40 он остыл аромат невероятный этот соус вы можете готовить заранее не нужно готовить его день в день когда вы планируете делать луковые колечки сделали соус допустим сегодня залили чистые бутылочки из-под кетчупа и все наслаждайтесь хранить этот соус нужно в прохладном месте в темном так чтобы не было прямых солнечных лучей желательно в холодильнике если вы будете его хранить в холодильнике это не менее полугода если просто при комнатной температуре но в темном месте три месяца ну потом сделайте свеженький свеженький всегда вкуснее соусом мы с вами разобрались убираем в сторонку начнем работать с луковыми колечками луковые колечки самое вкусное блюдо фастфуда все его любят это отличный аккомпанемент к стейку грилованные рыбе да вообще само по себе луковые кольца всегда идеальны на шашлыках а вы знаете откуда пришел этот рецепт как он возник вообще эта история достаточно длинная и запутанная но я постараюсь коротко о ней рассказать знаете что такое темпура наверняка все знают да японское знаменитое блюдо это овощи или же морепродукты которые готовятся в легком кляре и жарится во фритюре вы думаете что японцы его придумали нет еще в начале 16 века португальцы уже знали как готовить мясо и рыбу в кляре и жарить его в жиру ну тогда не было растительного масла жарили в свином жиру или же баранин так вот начале 16 века португальские моряки и миссионеры которые несли христианство по всему миру прибыли в японию привезли этот рецепт название темпура это не японская происходит от латинского слова темпура что значит в христианстве время поста когда нельзя кушать мясо относительно того что во время поста нельзя кушать мясо португальцы придумали сытное крепкое блюдо то есть во фритюре жарить и рыбу и вот так вот возникло название темпура японцам это название понравилось так она и закрепилась и на сегодняшний день многие даже и не подозревают что на самом деле темпура это не японское слово японцы очень активно готовили кляре морепродукты и различные овощи местным императором это блюдо зашло потихоньку она стала расходиться по всей азии началось время колонизации таким образом из азии метод приготовления в кляре и глубоком фритюре пришел в англию во францию бельгию в англии относительно этого рецепта начали готовить знаменитый фишн чипс и так в старом свете уже был кляр и уже был фритюр когда началась массовая иммиграция в америку вот этот рецепт и попал в америку первое упоминание о луковых колечках было в восемнадцатом веке начале восемнадцатого века в поваренных книгах уже говорили о том что вот луковые колечки в кляр и глубокий фритюр вот такая вот история и уже из америки во всех ресторанах фастфуда это блюдо разошлось по всему миру вот такая вот длинная запутанная история кляров на сегодняшний день существует огромное количество каждый ресторан каждый повар каждый кулинар каждая домохозяйка и каждый мужчина который готовит шашлыки имеет свой собственный уникальный рецепт я вам хочу предложить свой рецепт он был у нас в ресторане хорошо себя показал получается очень хороший вкусный хрустящий кляр берем стакан 200 грамм муки просеиваем теперь нам нужно пол стакана рисовой муки многие из вас могут меня спросить а где же мы найдем рисовую муку в магазинах то у нас ее нету если ребята у вас нету все очень просто берем кофемолку рис обычный круглый рис напомню стакан муки пол стакана рисовой муки вот этого достаточно пол чайной ложки разрыхлитель для теста соль наше будущее тесто мы с вами разбавляем водой и пивом один к одному густота у нас с вами должна получиться как на оладушке достаточно густая водка именно 40 градусов меньше не нужно так тесто наше готово мы сейчас его убираем в сторонку пришло время подготовить наши овощи включайте свой фритюр доводим его до 190 180 градусов у меня кастрюля 5 литров масло я набрал 2 литра рафинированного подсолнечного масла можете использовать рисовое масло но в принципе когда вы жарите много во фритюре конечно рисовое масло достаточно дорогое поэтому можно использовать обычное рафинированные подсолнечное масло оно выдерживает температуру 250 270 градусов для фритюра идеально я вам говорил что мы с вами будем готовить луковые кольца но и подумал что такое луковые кольца надо что-нибудь посерьезнее мы с вами приготовим помимо луковых колец еще различные овощи рыбку и куриную грудку сделаем такой ассорти так чтобы вы увидели каким же образом наш замечательный кляр можно использовать или кусочка капусты кстати капуста очень вкусно звучит с кляром грибочки краешки я срезаю видите оставлю для супа чтобы было красиво и эстетично возьмем вот такие вот кусочки один болгарский перец да кстати друзья все овощи которые мы будем с вами жать во фритюре ни в коем случае не мыть вода нам только все испортит если на грибах вы увидели допустим землю можете не пугаться шампиньоны выращивают в постерилизованной земле эту землю по сути даже можно кушать но если во всяком случае вы ее скушаете никакого вреда это вам не принесет шампиньоны мыть никогда не нужно их просто вытерли бумажным полотенцем и уже потом вы будете готовить вот нарезаю увидеть такими произвольными кусочками сельдерей у сельдерея вот нужно убрать вот эти мембранки так чтобы кушать было более комфортно морковь нарезаем в среднем 2 миллиметра старайтесь выбирать крупную морковь так чтобы кусочки были красивые и большие красный лук по два колечка делим точно также среднем 7 миллиметров итак друзья идем к финишу овощи готовы также я буду жарить кусочки филе трески и несколько кусочков куриной грудки приготовьте муку это наш с вами кляр также приготовьте противень застелите его не жалея бумажными полотенцами потому что жира будет много нам нужно и воск излишки убрать ребята помните ничего не солить кляр у нас достаточно соленый рыбку и мясо буквально с одной стороны чуть-чуть но можете даже этого не делать чуть-чуть перчика и достаточно 190 градусов опускаем муку рыбу сто усилием жарим до приятного золотистого оттенка кляра курочка рыбка колечки для приготовления этих овощей мука нам больше не понадобится можем убрать саранку готовим ребята по старой схеме доводим до красивого золотистого оттенка ближе к коричневому если вы не доведете температуру до 190 180 градусов ваш продукт будет очень долго находиться в жиру он получится чрезмерно жирный тяжелый и невкусный поэтому если нет термометра делать этого не нужно купите термометр в алиэкспресс это уже копейки столь бумаги не жалейте я полностью не опускаю перец так чтобы одна сторона осталась красненькой для дизайна алиэкспресс алиэкспресс и вот сам вредная еда но собака какая же она вкусная давайте пробовать наши луковые кольца слушай соусик рыбка отличный кляр смотрим вот замечательно просто невероятно я согласен очень жирно ребята те кто сидит на диете мне вас очень жалко как же это вкусно спит так морковочка смотрите красота какая вот этот соус ребята вот для вот этих вещей вот для этого блюда идеально сельдерей вы знаете он очень хорошо раскрывается и сочетается вот нашим чили соусом вы же знаете какой вкус у сельдерея очень такой специфический такой слегка мускусный это у нас с вами курочка сочная видите сочная ай красавица давайте попробуем курочку ну что можно сказать идеально вкуснятина просто нереальная для ваших шашлыков стейков короче говоря ребята делайте пати вот такую тарелочку обязательно нужно приготовить обязательно не жалейте себя хотя бы раз в два раза в год обязательно такую вредную еду но невероятно вкусную нужно готовить на этом все увидимся в следующий понедельник надеюсь вам видео понравилось вы чему-то научились узнали что-то новенькое пока